Ну что-то, вас многовато собралось. Я даже обратил внимание, что руководители семинаров здесь присутствуют. Но я думаю, что это будет интересно им, потому что проблема стратегии писателя и стратегии писательской жизни, вот тему, которую мы с Алексеем Николаевичем определили, сегодняшнего семинара прозы, она, по-моему, интересна для всех. Вообще, если, ребята, вы думаете, ну, в основном я к ребятам обращаюсь, и думаете, что мы только вот и думаем о том, как бы вы защитили диплом, то вы, конечно, заблуждаетесь, потому что наши мысли о вас, в общем, значительно идут дальше. Я думаю, что не только меня, но и большинство здесь присутствующих предпринимателей всегда мучает, а так ли хорошо я делаю свое дело, а так ли много я трачу сил на то, чтобы мой студент кем-то и чем-то стал. Ну, вы понимаете, эту мысль вообще относительно вашего будущего, его можно развивать довольно долго. Потому что мысль, это невольно честного человека, а других у нас здесь, конечно, в институте и нет, особенно писателя, конечно, преследует на протяжении всей его работы. И вот, значит, я вам расскажу какой-то случай, который случился со мной только что. Ну, вот, шли у нас здесь праздники, мы, народ, достаточно загруженный, у нас есть какая-то своя и не только творческая, но и общественная работа. Вот. Ну, вот, у нас, видишь, у нас не только на семинарах разговаривают, но и преподаватели между собой тоже любят шикаться, понимая отчетливо, как они иногда мешают, вот я говорю о чем. Так вот, значит, я, у меня был такой момент, мне нужно было обязательно сходить в Книжный Союз. И там провести очень небольшое дело, очень небольшую такую экспертизу. И выбрал я время между праздниками, созвонился, человек там был, это в центре Москвы, где-то. Поднялся я с рюкзачком, заходил еще в магазин, поднялся я на третий этаж, быстренько все это сделал. А здание такое старое, там масса всяких объявлений, и там вот то, куда я шел, и там какие-то еще были учреждения. И я когда поднимался, думаю, что там еще такое странное учреждение, типа там мать и дитя, там мать и материнство, что-то такое. Ну, поднялся, сделал, спускаюсь, и вижу, уже, когда спустился вниз, там около дверей стоит молодая женщина и курит. Ну, так я боковым зрением посмотрел и пошел от нее. И вот, когда мне спину говорит, Сергей Николаевич, ну, когда тебя так окликают на улице, уже приблизительно знаешь, в чем дело. Я поворачиваю и говорю, ну что, вы, наверное, у нас учились. Она говорит, ну да, конечно. Назвала мне фамилию, я смутно ее вспомнил. Мы так с ней по весеннему поговорили. И я думаю, моя привычка всегда, как брать интервью, думаю, задам тебе несколько вопросов. Я говорю, слушай, у меня-то тебе два вопроса, кажется вам. Первый говорит вопрос, первый вопрос, скажи, пожалуйста, а не, вот ты довольна, что ты попала в литинститут? Вот не была ли это ошибкой? И она мне говорит, да что, Сергей Николаевич, это были самые счастливые годы моей жизни вообще. Ну, я подумал, все это действительно так, у нас здесь и вольная учеба, и вольная жизнь, и так все интересно. Я говорю, но у меня есть еще второй вопрос. А скажи, пожалуйста, дал ли тебе литинститут то, с чем ты можешь теперь жить? Дал ли тебе возможность работать и существовать, и работать, и заниматься людьми, и делом? И она мне говорит, очень просто сказала, говорит, Сергей Николаевич, конечно, отдал. Вы видите, я здесь, этот союз, а я здесь работаю пресс-секретарем. Я подумал, что это по специальности. Мы же не клянемся, чтобы все были писателями. Но тут я впервые, наверное, успокоился, что все-таки же как-то у нас более-менее все в порядке. Потому что я так вот слежу за нашими выпускниками, все более-менее устроены и устроены неплохо. Ну вот, и, собственно говоря, мы подошли к тому, о чем сейчас будет говорить Алексей Николаевич, о том, какую стратегию должен выбирать молодой писатель, какую стратегию должен выбирать человек, какую стратегию должен выбирать выпускник литературного института в нашей жизни. Алексей Николаевич, прошу вас. Добрый день. Я рад всех приветствовать. Спасибо всем, кто пришел. Хотя учебные занятия, в общем, вы должны прийти. Но я выступаю здесь не как ректор, сразу хочу обговориться. Я выступаю здесь как писатель, как исследователь истории русской литературы, как человек, который написал несколько биографических книжек. И, собственно, вот модальность, которую предлагает Сергей Николаевич, какая должна быть писательская стратегия, я вам честно скажу, у меня ответа на сей счет нет. Я не знаю, какая она должна быть. И я не знаю, как вы должны строить свою собственную судьбу. Я думаю, что вы и сами этого не знаете. Но вряд ли кто-нибудь может дать вам какие-то советы, которыми вы можете стопроцентно следовать. Это в конечном итоге всегда очень индивидуально, это дело каждого. Я могу поделиться только своими какими-то размышлениями, только, может быть, своим опытом или опытом тех писателей, чье творчество, чью судьбу я изучал, и в чем я нашел какие-то поучительные для себя моменты, хотя, может быть, очень спорные. Вот я начну буквально с такого эпизода, который приключился в моей жизни два дня тому назад. Значит, два дня тому назад я был в Севастополе. В Севастополе проходил фестиваль, ну, такой литературный фестиваль. Его организовал молодой, очень такой энергичный, амбициозный писатель. Платон Беседин его зовут. И фестиваль этот называется «Точка сборки». Так Платон придумал. «Точка сборки». Это можно, наверное, как-то очень широко интерпретировать. И туда приехали самые разные писатели, кого он пригласил, и такие очень известные, как, например, Анатолий Андреевич Кин или критик Владимир Бондаренко. Приехали люди менее известные, приехали писатели вот такого среднего возраста, который нынче у всех, ну, или не у всех, у многих на слуху. Например, лауреат Бокеровской премии последнего года, Александр Снегирев, Герман Садулаев приехал. И были разные дискуссии, были разные разговоры о литературе, опять-таки, вот, месте, о роли писателя. Об этом сейчас довольно много говорят. И вот, среди прочего, когда мне приходилось говорить на эту тему, я привел пример, который, честно говоря, для меня, ну, в каком-то смысле является хрестоматийным. Я этот пример очень люблю. Является таким бесспорным примером. Мне даже было немножко странно, что он вызвал в аудитории, где я выступал, был круглый стол, что он как раз вызвал такие споры и несогласия. Я вам объясню, о чем идет речь. Значит, в жизни Василия Макарыча Шукшина, которого, наверное, можно считать, ну, в каком-то смысле, эталоном писательского успеха. Все-таки согласимся, что Шукшин действительно сделал блестящую карьеру и писателя, и актера, и режиссера. Это биографию и судьбу, которую нельзя просто повторить, и поэтому брать ее в пример, наверное, бессмысленно. Но какие-то поучительные моменты, вот лично я, когда занимался творчеством Шукшина, я для себя нашел. И один из таких поучительных моментов связан с небольшим рассказом, который написал Шукшин, и который, я полагаю, скорее всего, большинству присутствующих здесь неизвестен, потому что, ну, это такой не самый хрестоматийный его рассказ. А вот у Шукшина был такой цикл небольших рассказов, которые он назвал выдуманные рассказы. На самом деле, это как раз не выдуманные рассказы. Почему он придумал для них такое название, Бог знает. Они очень маленькие, там буквально несколько строчек, буквально два-три абзаца. И среди этих рассказов есть рассказ, который называется «Сыр». Значит, этот рассказ биографический, и он связан с тем периодом в жизни Шукшина, когда Василий Макарович учился в Бийском автомобильном техникуме. Надо сказать, что Шукшин, он 29-го года рождения, поэтому в войне он не участвовал, но вот во время войны он учился в школе, окончил 7 классов, а дальше он решил вместе со своими друзьями, ребятами из села, где он родился, из Сросток, в Алтайском крае, значит, он решил отправиться в Бийск и учиться в автомобильный техникум. Это был, значит, 43-й, 44-й, 45-й, 46-й годы, когда, как понятно, жили очень бедно, жили очень голодно, и ученики этого Бийского техникума тоже очень голодно жили, голодно, холодно. И вот однажды среди них прошел слух, что на реке Бии, где находится город Бийск, потерпел катастрофу, затонул корабль, или баржа, точнее, затонула, которая перевозила сыр. И вот ученики этого самого Бийского техникума, они занимались тем, что они ныряли в воду и пытались этот сыр достать. Это было очень сложно, потому что это был ноябрь месяц, Бия довольно быстрая река, представьте себе, что такое нырнуть в ледяную, считайте, воду, значит, течение реки, плюс она холодная, значит, глубина. И вот этот факт о том, что действительно была такая баржа, она действительно разбилась, и сыр выпал и упал на дно, эта история известна из двух источников. Один источник – это воспоминания Шукшинского одноклассника, с которым они вместе в этом техникуме учились, его звали Александр Борзенков, и он в своих воспоминаниях написал так очень ностальгически. Он написал о том, что да, вот действительно была такая история, там баржа, сыр утонул, ныряли, потом, значит, этот сыр удавалось достать, и вот потом все вместе ребята устраивали такое пиршество, они ели этот сыр. И есть рассказ Шукшина, где абсолютно точно тот же сюжет, но с другим логическим акцентом. А логический акцент такой – за сыром ныряли. Те, кто сыр доставали, те его ели. Те, кто сыр не доставали, те оставались без сыра. Я не донырнул. Заканчивает рассказ Шукшин. И вот как-то на меня эта история произвела такое очень сильное впечатление. И я подумал, что здесь для Шукшина, независимо от того, что там было на самом деле, потому что этот рассказ он писал много лет спустя, я писал, в общем, как бы скорее для себя. Но здесь для Шукшина была заключена какая-то очень важная мораль. что вот ты не донырнул, и ты не получил. И в этом никто не виноват, кроме тебя. Вот если донырнул, молодец донырнул. Не донырнул, значит, не донырнул. Никого не вини в том, что ты не донырнул. Никто тебе ничего не должен. В этой жизни ты должен рассчитывать только на самого себя. Только на свою силу, волю, упрямство, упорство. И в каком-то смысле, вот если говорить об этой стратегии писательской, ну и в данном случае о стратегии Шукшина, то можно предположить, что она заключалась в том, что ты должен донырнуть. Все будет против тебя, но ты должен донырнуть. И можно предположить, что на самом деле он и выстроил свою жизнь так, а у него была очень тяжелая жизнь и очень многое, что в его судьбе было против него. Но вот стратегия как раз заключалась в том, чтобы донырнуть. И надо сказать, что вот я ровно два дня тому назад в Севастополе об этом говорил. И говорил я еще, почему я вдруг стал говорить на эту тему, потому что, знаете, это довольно часто бывает, особенно, когда приезжаешь в какой-нибудь город, и там бывают писатели, местные писатели, самые разные. Они начинают жаловаться, что вот нам никто не помогает, нам не дают денег, на нас не обращают внимания, значит, о нас не заботятся, ругают местных чиновников, значит, ругают там, я не знаю, местные средства массовой информации. Наши писатели, и, так сказать, там, может быть, более известные писатели, тоже ругаются, что государство не занимается распространением книг, государство не делает того, государство не делает сего. И вот, когда моя идея заключалась в том, что это все правильно, государство должно заниматься, чиновники должны помогать, все все должны, но в глубине души каждый из нас должен помнить шукшинскую историю, что никто ничего не должен. Это не значит, что это освобождает государство от необходимости участвовать в культурной и литературной жизни. Не освобождает. Но вот каждый из нас пишущий человек, он в этой ситуации шукшинской. Вот есть река, есть сыр, ныряй. Донырнул, твое счастье. Не донырнул, сам виноват. И вот, к моему удивлению, это вызвало, в общем, такое довольно резкое неприятие у тех, кто находился в этой аудитории в Севастополе. И смысл был в том, что, ну, там начались какие-то уже такие, отчасти даже, на мой взгляд, спекулятивные вещи, что вот Донырнул, это значит, он знал, где этот сыр лежит. Это неправда. То есть все знали, где сыр лежит, но от того, что все знают, где сыр лежит, это совершенно не помогает за ним нырять. Ну, как бы идея была такая, что вот в современной литературной жизни вот есть писатели, которые находятся, может быть, в более привилегированном положении, и они скорее получат какие-то крупные литературные премии, они скорее получат, я не знаю, там, заказы от издательства, у них будут больше тиражи. С моей точки зрения, это абсолютно не соответствует действительности. Никакой литературной премии, вот мой опыт, может быть, со мной не согласятся и мои коллеги, может быть, и у вас другая точка зрения, но, по крайней мере, мой опыт пребывания в литературной жизни, современной, я не замечаю какой-то особенной коррупции при раздаче литературных премий, мне представляется, что все-таки там есть свои интриги, там есть своя конъюнктура, но предположить, что там есть какая-то коррупция, какой-то сговор, я бы с этим никогда не согласился. Я бы никогда не согласился с тем, что столичному писателю сегодня намного легче пробиться, чем писателю провинциальному. Мне кажется, это тоже не так. Если говорить о литературных премиях, то любое жюри скорее настроено на то, чтобы открыть неизвестного писателя, какое-то новое имя, какое-то свежее, яркое, чем давать очередную премию писателю, состоявшемуся, если ему и дают, то это скорее делается не благодаря тому, что у него есть имя, а вопреки тому, что у него есть имя. Но это вот моя точка зрения. Но меня как бы в этой ситуации больше заинтересовал, к сожалению, это была не дискуссия, это был такой торопливый круглый стол, поэтому там дискутировать особенно не удавалось, но меня заинтересовал вопрос, который мне задал Герман Судулаев. Он спросил, хорошо, а Платонов донырнул, а Цветаева донырнула? Я задумался. Быстро родители донырнули, конечно донырнули. Он говорит, ну да, они донырнули в том смысле, что они создали нечто великое. Но они же не вкусили этого при жизни. И вот это тоже вопрос, который может быть не имеет отношения к нам всем и нашей нынешней ситуации, потому что, конечно, как бы мы не критически могли относиться к политике государства области культуры, но все-таки было бы натяжкой сравнивать это с тем, что было несправедливо просто, было бы не точно сравнивать с тем, что было в прежние годы. Но действительно получается так, что есть писатели, которые добиваются при жизни успеха, и есть писатели, которые не добиваются при жизни успеха. Значит, талант с успехом напрямую не связан. И в каком-то смысле можно действительно считать, что тот же Андрей Платонов или Марина Цветаева это гениальные писатели, которым, да, которым при жизни в общем этот сыр не достался, они его не вытащили. То же самое, наверное, можно сказать и про Михаила Булгакова, хотя его судьба в этом смысле была еще более драматична, потому что был период невероятного успеха, был период такого, ну, не везения, везением это назвать нельзя, но был период, когда Булгаков действительно вкусил успех. Мы как-то привыкли воспринимать этого писателя исключительно как затравленного, гонимого, преследуемого. Это не совсем так. Были три года, когда с успехом в московских театрах шли его пьесы, шла пьеса «Дни турбины», шла пьеса «Зойкина квартира», шел «Багровый остров». Да, ругали, клевали, да, он записывал, что вышло 298 отрицательных рецензий, только три нейтральных, но тем не менее «Собака лает, караван идет», булгаковские пьесы шли. Другое дело, что после этого они были запрещены, фактически были запрещены, и булгаков оказался в такой изоляции, оказался в блокаде, и для него это состояние было тем более мучительно, что он пережил успех и хотел возвращения этого успеха. А параллельно с этим можно вспомнить, например, судьбу писателя, с которым Булгаков не был с ним дружен, но Булгаков его неплохо знал, и Булгаков был ему очень обязан, потому что именно этот писатель Булгакова открыл и, собственно, сделал имя Булгакова заметным в литературе. Это был Алексей Николаевич Толстой, который, будучи главным редактором «Берлинской газеты» накануне, напечатал никому неизвестного Булгакова, и именно там вышли первые очень хорошие и булгаковские прозаические произведения, там те же записки на манжетах или рассказ «Псалом», или булгаковские очерки, и благодаря Алексею Толстому Булгаков вошел в русскую литературу и сделался заметен. Известность к нему пришла через театр, через драматургию, не через литературу, но тем не менее литературная известность тоже была вот этой вот ступенькой на пути к дальнейшей известности драматургической. Но сам по себе Алексей Толстой это пример писателя с абсолютно другой стратегией, рассчитанной как раз на прижизненный успех и на прижизненную славу. В этом смысле Алексея Толстого можно рассматривать как некий образец. Все, что человек в жизни хотел, всего он добился. Он писал книги, которые пользовались успехом до революции, он писал книги, которые пользовались успехом после революции, он писал книги, которые пользовались успехом в литературе русской эмиграции, и он писал книги, которые пользовались успехом в литературе советской, а некоторые книги пользовались успехом и там, и там. То есть, это пример, вот как у меня всегда было такое представление, когда я сравнивал творческий путь двух этих писателей, Алексея Толстого и Михаила Булгакова, для меня это всегда было вот у академика Щербы было такое, у лингвиста, известного нашего академика Щербы, было такое предложение делить на всех людей, всех носителей языка, есть люди языком владеющие и есть люди языком владеемые. Я, честно говоря, не помню, что для Щербы лучше, что хуже, но если пытаться провести эту параллель на отношение писателей и таланта, то с моей точки зрения есть писатели талантом владеющие и есть писатели талантом владеемые. То есть, что я имею в виду? Есть писатели, которые сам выбирают, о чем он будет писать. В этом смысле он конъюнктурен и с дурной, и с хорошей точки зрения. Алексей Толстой был именно таким. Он очень хорошо понимал, когда и что надо писать. И есть писатели, которые, ну как бы они невольны выбирать тему, в зависимости от собственных интересов. И вот Булгаков, чье 125-летие мы отметили буквально два дня тому назад, и о котором сейчас много пишут, говорят, рассуждают, много его вспоминают, мне кажется, это классический пример писателя, который не владел своим талантом, но талант владел им. Вот опять-таки приведу такой конкретный литературный пример. Я уже говорил о том, что у Булгакова была невероятно такая счастливая пора признания и славы в 1926-27-28 годах, когда в Москве с оглушительным успехом шли его пьесы, и он, в общем, считался таким самым скандальным драматургом республики. у Алексея Толстого в эту же пору вышла вторая часть романа «Хождение по мукам», которая называлась 1918 год. И вот дальше Алексею Толстому предлагают писать третью часть романа, чтобы развить тот литературный успех, который у него был. Вот вам тоже пример, если хотите, литературные стратегии. И он, а он очень любил успех, он знал цену успеха, он понимал, как успех делается и добивается, но он вдруг пишет письмо главному редактору журнала «Новый мир» тогдашнему, он пишет о том, что он не будет писать продолжение этого романа, потому что это опасно. То есть он сообразил, что в тех условиях, в которых тогда находилась страна, те процессы политические, которые тогда в стране происходили, конец 20-х годов это приближение коллективизации второй большевистской революции. Это время, когда закручивались гайки, когда усиливались опять-таки вот такие вот репрессии в области литературы, когда начиналась травля писателей. Он почувствовал, что в этот период очень опасно браться за современные темы, за тему гражданской войны, потому что третья часть романа «Хождение по мукам» должна была называться «19-й год». Это в том числе анархисты, это в том числе махно, это в том числе вот эта вот вся очень сложная картина нашей национальной жизни, в том числе в тех регионах, где война сейчас идет, я имею в виду Донбасс. 19-й год именно это должен был описывать. И вот Толстой понимает, что этого сейчас трогать нельзя. И что он делает? Он ходит в историю. Он начинает писать роман про Петра I. И, как он сам говорил, ухмыляясь, что он зайдет в современность с тыла. И он действительно заходит в современность с тыла. И благодаря тому, что он создал сначала пьесу о Петре I, потом роман Петр I, он пишет великолепную книгу, которая получает признание и в Советском Союзе, и в эмиграции. И в эмиграции, которая проклинала его за предательство, за то, что он уехал оттуда, из Парижа, он уехал в 1922 году сначала в Берлин, потом в Москву, и ему за это не хотели руки подавать и вообще иметь с ним дело. Он пишет роман Петр I, и даже Бунин присылает ему телеграмму «Алешка, хоть ты и сволочь, продолжай в том же духе». Булгаков, Михаил Афанасьевич, который не хуже Алексея Николаевича Толстого, все понимал. И прекрасно видел, куда движется страна. И видел, как сгущается политическая атмосфера. Что делает Булгаков в то же самое время, когда Толстой уходит в историю? Булгаков пишет пьесу «Бег», пьесу, которая посвящена русской эмиграции. В каком-то смысле эта пьеса его погубила, потому что именно эта пьеса встретила еще более жесткую критику со стороны коммунистических радикалов и ортодоксов. Эта пьеса не понравилась Сталину и эта пьеса была запрещена главреперткомом к постановке в Московском художественном театре, а вскоре после запрета этой пьесы снимаются остальные булгаковские пьесы. И он оказывается в полной изоляции, он оказывается в блокаде и в молчании. Что после этого делает Булгаков? Булгаков тоже уходит в историю. Он как будто бы идет по тому же пути, по которому шел Алексей Николаевич Толстой. Булгаков пишет пьесу Мольер. Это в общем-то еще дальше от современности, чем Петр I. Но когда пьеса Мольер попадает в советскую цензуру, когда пьеса Мольер попадает в Московский художественный театр, они там все за голову хватаются, потому что там уши современности торчат абсолютно неприкрыто. Там совершенно понятно, что под видом Мольера и Франции 17 века эта вечная трагедия художника и власть, писатель и король, писатель и тиран, проблема свободы творчества, независимости художника, все в этой пьесе говорит именно про это. И она оказывается еще более политически опасной, более политически вызывающей, чем то, что писал Булгаков раньше. То есть складывается впечатление, что этот человек просто не мог писать безопасные или приемлемые вещи для советской власти. А Толстой мог. Вот Толстой понимал, что пойдет, что не пойдет. Булгаков с моей точки зрения тоже понимал, что пойдет, что не пойдет. Но он не мог ничего сделать с тем, что выходило из-под его пера. Просто не мог. Вот складывается впечатление, что вот эта сила творчества, воля творчества, вот эта вот муза, она была сильнее, чем ее создатель. Это другая человеческая природа. Или, пожалуйста, вот тоже пример, связанный с двумя этими писателями, как мне видится. Значит, Толстой вообще, Алексей Николаевич Толстой, он ведь вернулся из эмиграции в Советский Союз, там много было причин, но одна из причин очень понятная. Он не мог писать вне России. Это тоже вопрос писательской стратегии. Вот есть люди, которые могут работать в эмиграции. Есть люди, которые, покинув родную страну, не теряется у них, не пропадает у них литературный талант. Ну, яркий самый, наверное, пример Бунин или, наверное, Набоков, которые в эмиграции создали произведение, ну, по крайней мере, равноценное, может быть, превосходящее, то, что было создано на родине. И, наверное, можно множить эти примеры и много кого еще называть. Есть писатели, которые в эмиграции хереют. Просто природа у них такая. Они вот в отрыве от почвы, от языка, от этого воздуха. Они не могут писать. Вот я думаю, это очень хорошо понимал Пришвин, при котором тоже стоял вопрос, уходить в эмиграцию или не уходить. И он остался здесь. И Алексей Толстой, для него, может быть, даже не столько была важна эта почва, хотя и она была важна, но для него было унизительно находиться в состоянии эмигранта. Просто быть эмигрантом унизительно. Когда он покидал Советскую Россию в 1918 году, ведь всем же казалось, что это очень ненадолго. Всем казалось, что все равно гражданская война закончится победой белых, все равно коммунистическую власть скинут, сбросят, Ленина прогонят, и все вернется. И он вернется тоже. Он был убежденным врагом тогда советской власти. И потом, когда он увидел, что все не так, что победили красные, что наоборот государство здесь укрепляется, то он психологически понял, что значит, он все равно должен вернуться. Такое государство значит такое. Значит, надо жить с таким государством, какое оно есть. И он принимает решение вернуться, то, что эмиграция воспринимает как предательство и воспринимает как продажность. Хотя никакой продажности в этом не было. Я не хочу идеализировать Алексея Толстого. Он был человек достаточно циничный и прагматичный. Но вернуться в 1923 году с его прошлым, с его именем, с его происхождением, вернуться в Советскую Россию, это войти в клетку с тигром. И больше тогда. Тогда ведь вернулся не только он один. Все вы, наверное, слышали про философский пароход, который в 1922 году увозил цвет русской философии из Ленинграда, лишь тогда еще из Петрограда в Европу. Но год назад был обратный пароход, который привозил тех людей, которые, подобно Алексею Толстому, мечтали, ну или хотели после окончания гражданской войны вернуться в Советский Союз. И они вернулись на этом пароходе. Они почти все были расстреляны. Не сразу, конечно. В 20-е, в 30-е годы, но почти все эти люди погибли. Все эти люди были взяты на заметку, и всем этим людям Сталин не доверял. Алексей Толстой один из немногих, кто уцелел. И это была огромная изворотливость с его стороны для того, чтобы уцелеть. Он сумел это сделать. И вот я хочу просто привести несколько примеров, как он сумел это сделать. Значит, вот один из примеров, он выбирал тему. Еще один важный момент. Он был патриот, безусловный патриот. Он любил Россию, он хотел жить в России, и он очень тосковал по России, находясь в эмиграции. Но дальше странные парадоксы человеческой психики, вернувшись в советскую Россию, добившись здесь, преодолевая невероятное упорство среды успеха, он почувствовал, что он очень скучает по Европе. Что ему очень хочется опять вернуться туда, в Париж, в Берлин, ходить, гулять. Булгаков тоже очень хотел поехать в Европу. Булгаков вообще ощущал себя пленником. И вот оба они примерно в одно и то же время, в конце 20-х, в начале 30-х годов, обращаются к Сталину с тем, чтобы тот разрешил им, ну, каждому по отдельности, естественно, независимо друг от друга обращаются, с тем, чтобы Сталин разрешил вернуться, в смысле, наоборот, не вернуться, а поехать им в заграничное путешествие. И оба получают отказ. Ну, понятно, почему отказ. Потому что не доверяли. Потому что Бог его знает, что будет, если они уедут. А вдруг они не захотят вернуться, а вдруг они захотят остаться там, а вдруг они начнут выступать там с какими-то враждебными речами по отношению к советскому строю. Никто же никому не доверяет. И Булгаков пишет Сталину письмо, в котором он как бы озвучивает все эти мотивы и говорит, что он понимает, сколь это важная, ответственная миссия, он понимает, как надо себя вести, он гарантирует, что он несомненно вернется назад через два месяца на родину. То есть как бы он дает понять, что с его стороны никаких предусудительных шагов действий совершено не будет. И все равно отказ. Что делает Алексей Толстой? Алексей Толстой понимает, что надо предъявить доказательство. Надо предъявить доказательство Сталину, что он не останется в эмиграции, что он вернется. Вот вопрос, какое доказательство может предъявить писатель власти, что он не вернется? Какое доказательство? Есть? Что? Ну каким образом сжечь мосты? Что? Он уже давно признал официально советскую власть. Он уже 7 лет живет в Советском Союзе, он официально признал советскую власть, он написал роман «Хождение по мукам». У него все очень хорошо. Но когда он просит выпустить его за границу, ему говорят, что это не нужно, не своевременно и так далее. И он понимает, почему они так пишут. Потому что ему не доверяют. Значит, он должен сделать что-то экстраординарное, чтобы ему доверяли. Вот что экстраординарное может сделать писатель, чтобы ему доверяли? опорочить своих друзей заграничных совершенно справедливо. Надо опорочить своих заграничных друзей. Каким образом опорочить? Как их можно опорочить? Ну, мыслить только надо более широко и масштабно. Статья – это мелочь. Роман надо написать, правильно Сергей Николаевич говорит? Надо написать роман про русскую эмиграцию. Такой роман. Да, и он пишет роман, который называется «Эмигранты». Этот роман – это абсолютная халтура. Вот заметим, что Булгаков не умел писать халтуру. Он просто не умел. У Булгакова, наверное, есть более сильные произведения, может быть, менее сильные произведения. Но слово халтура по отношению ни к одной булгаковской строчке не подходит. У него просто рука не умела писать халтуру. Не умела и все. У Алексея Толстого в багаже вы найдете довольно много всякой разной халтуры. Допустим, Булгаков не умел писать в соавторстве. То есть в самой-самой ранней своей молодости он пытался написать одну пьесу в соавторстве и, в общем, ничего хорошего из этого не получилось. И дальше он, конечно, писал один, потому что литература это такое индивидуальное мастерство. Толстой с легкостью писал в соавторстве, потому что он относился к тексту как к источнику зарабатывания денег. Всякие разговоры про высокое сакральное искусство, они, в общем, видимо, его мало волновали. Литература это способ заработать. И он действительно добивался очень больших успехов. В данном случае ему надо было написать роман, в который он облил грязью своих друзей эмигрантских. И роман, после которого было понятно, что ему там уже не остаться. Этот роман был опубликован в журнале «Новый мир». Причем Фадеев очень сопротивлялся и этот роман печатать не хотел. Но, тем не менее, напечатал. Но Толстому написал, что больше мы такую халтуру печатать не будем. И скажите спасибо, там еще как-то получилась такая ситуация, что там менялись главные редакторы в журнале в тот момент. Может быть, если был бы Андрей Татчевселецкий, он меня поправил, как там это все происходило. Но, во всяком случае, вот у Фадеев уже печатание романа было. Тогда ведь романы печатали в журналах очень небольшими порциями. Сейчас у нас там два номера, ну, три максимума. Тогда печатали восемь номеров, десять номеров. И, так сказать, очень грамотно мыслили эти редактора толстых журналов, чтобы поддерживать интерес к своим изданиям. Они все это растягивали. И вот поэтому, когда началась публикация романа, он же, опять же, не целиком роман предоставлял. Он предоставил первый фрагмент. Ну, начали печатать. Второй продолжили печатать. На третьем поняли, что он какую-то халтуру гонит. Но уже невозможно же напечатание остановить. Он хитрый был очень. И вот он напечатал этот самый роман. И после этого романа его стали выпускать. Вот, говорю, Булгаков захотел он даже. Не получилось бы у него так делать. Это разная человеческая природа. Вот, называть это стратегией или нет, я не знаю. У Толстого, да, наверное, конечно, это стратегия. Была ли какая-то писательская стратегия у Булгакова? Вы знаете, я вам скажу, была. Вот, с моей точки зрения, была. Но это стратегия какого-то совсем другого порядка, другой породы и другой природы. Он, несомненно, пережив вот этот вот взлет театральной славы, ведь театральная слава, никогда ее не испытывал, но, может быть, здесь есть писатели и есть писатели, которые знали театральную славу. Мне кажется, она как бы отравляет, ну, в таком хорошем, а может быть, и не только хорошем смысле слова человека, как любая слава в двух смыслах нас отравляет, больше, чем литературная. Да, вот, выходишь на сцену, там, все хлопают, радуются. И Булгаков же это пережил. И потом это молчание, которое на него напало, когда все запрещено, все сожжено, его нет, то ли он живой, то ли он мертвый, он, конечно, пытался, и, конечно, пытался свою театральную славу вернуть. Да, его не выпускали за границу, так и не выпустили. А Толстого стали выпускать после этого. Он ездил, очень много ездил. Но, это тоже очень такой здесь деликатный момент. Ведь Толстого не просто так выпускали за границу. Это были 30-е годы, время очень суровое, когда писатель был государственный деятель. И, с одной стороны, Толстой там ходил по магазинам, по ресторанам и, кстати, наладил отношения с русской эмиграцией. Они ему простили. Вот тоже его невероятное такое человеческое умение и обаяние заключается в том, что они простили ему эту чепуху. Они как бы поняли, почему и зачем он писал эту халтуру. Не все простили. Там были люди такие вот очень принципиальные, очень строгие, но в то же время были и люди более милосердные, если так можно выразиться. И если вы когда-нибудь читали воспоминания Бунина об Алексее Толстом, это, по-моему, шедевр русской мемуаристики. Если не читали, очень советую прочитать. Вообще бунинские воспоминания читать. Они злые, несправедливые, но очень талантливо написаны. И очерк об Алексее Толстом это, наверное, один из лучших разделов этой книги. И вы получите, ей Богу, огромное удовольствие читать абсолютно такие колдовские строки. Так вот, по поведению Бунина видно, что Бунин Толстого простил. Булгаков тоже хотел добиться успеха. И он понимал, что театральный успех для него более вероятен, чем успех литературный. И, собственно, в первой половине 30-х годов Булгаков скорее больше работает в театре и для театра, чем для литературы. Это мы сегодня склонны воспринимать его как прозаика в большей степени. Он для нас скорее автор вот этих вот своих великих романов и повестей. А при жизни он все-таки больше театральный человек. Он больше работал для театра. Он пишет довольно много пьес. Адам и Ева, Блаженство, Александр Пушкин, Иван Васильевич. И случается в его биографии момент, когда, казалось бы, вот эта блокада его окружающая рухнет. И его станут ставить на сцене. И в 1936 году пьеса «Мольер», вот та самая, из которой торчали уши современности, ее все-таки разрешили поставить. И Московский художественный театр, который долго-долго эту пьесу мурыжил, репетировал, мариновал, это вот все частично описано в театральном романе. Потому что театральный роман посвящен, собственно, истории постановки двух пьес. В ней Турбиных и «Мольера». И вот премьера, 1936 год. Премьера состоялась. До спектакля прошел всего семь раз. После этого вышла статья «В правде», внешний блеск и фальшивое содержание. И она была запрещена. Эта пьеса, постановки. Причем ее не запрещало политбюро там, ее не запрещал главрепертком, ее не запрещало цензура. Ничего этого не было. Просто сам театр испугался ее дальше ставить после этой статьи. И Булгаков им этого простить не мог. С его точки зрения это была страшная трусость со стороны театра. И он жутко обиделся на Московский художественный театр и сказал, что он оттуда уйдет. И он действительно вскоре ушел из Московского художественного театра. Ушел и сказал, ноги мои больше там не будут. И лучше бы он сдержал свое слово до конца, к сожалению, не сдержал. Но в любом случае, чем вот интересен этот эпизод, опять-таки с точки зрения писательской стратегии, что мы видим, что у человека есть цель, у человека есть задача вернуться на сцену, пробиться к современному ему зрителю, добиться успеха здесь и сейчас. И вот пьеса Мольер. Параллельно в театре Вахтангова уже готовится к постановке, уже идут репетиции пьесы Александра Пушкина. Пьеса, которая ставилась к столетнему юбилею со дня дуэли Пушкина. А в театре сатиры шла пьеса Иван Васильевич, та самая, которую вы наверняка знаете по фильму Гайда, Иван Васильевич меняет профессию, ибо литературная основа это именно булгаковская пьеса. Конечно, там Гайда я кое-что придумал, присочинил, но в принципе это булгаковский сюжет. И вот 1936 год должен был стать для булгакова годом литературного успеха, годом возвращения его на сцену. Но что происходит дальше? МХАТ трусливо снимает Мольера после критики, театр Вахтангова трусливо прекращает репетиции Александра Пушкина, а театр сатиры трусливо снимает Иван Васильевич. Они все перепугались, им никто ничего не запрещал. Это тоже очень интересно, в 1926 году, когда шли дни Турбиных, на булгакова орали все, кто только может. Но театр упорно говорил, пьеса пользуется успехом, приносит нам деньги, значит мы будем ее ставить. И она действительно шла. С аншлагом через день. Народ стоял в очереди, спрашивал лишнего билетика. В 1936 году никто ничего не приказывал. Просто статья в газете редакционная. Но этой статье было достаточно, чтобы все все поняли. И вот Булгакова дико злила эта трусость, дико злила вот эта перемена общественных настроений. И он понял, что его при жизни просто похоронили. Вот знаете, когда пишешь книгу о ком-то, это очень всегда трудно верить всякого рода мемуарным свидетельствам, потому что ты не знаешь, это свидетельство подлинное или вымышленное. Так было на самом деле, люди присочинили. Но вот про Булгакова есть такое свидетельство, очень ненадежное с точки зрения исторической документалистики. Значит, в книге Фаины Раневской, нашей знаменитой актрисы, есть эпизод, когда она рассказывает свой разговор с Еленой Сергеевной Булгаковой, третьей женой писателя. Так вот, Елена Сергеевна рассказывала Фаине Раневской, что Миша иногда просыпался ночами и спрашивал, Леночка, а почему меня не печатают? Ведь я такой талантливый. Вообще, если задуматься, это такая рифма к вопросу, который один молодой поэт задавал Осипу Мандельштаму. В 30-е же годы приходил к Осипу Мандельштаму и спрашивал, почему меня не печатают Осипу Мильча? А Осипу Мильч с криком «А Иисуса Христа печатали, а Гомера печатали», выгонял его с лестницы. Так вот, Булгаков считал себя самым затравленным писателем СССР. Вот в дневнике Лены Сергеевны это очень хорошо видно. Миша самый гонимый, Миша самый несчастный. Вот скажи то же самое соседям Булгакова в доме на Щекинском переулке, где он жил, а там жил тот же Мандельштам, там жил Клычков, а где-то жил Клюев, а где-то жил Бабель. Вот скажи им, что Булгаков, а где-то Ахматова жила, Цветаева даже. Скажи им, что именно Миша самый затравленный писатель, это было бы не очень точно. Но Миша себя таким считал. Он действительно считал себя самым гонимым и самым затравленным писателем. И он ужасно переживал все эти свои неудачи. Но кто его знает? И он очень хотел пробиться к современному зрителю и читателю. Ужасно хотел. Есть очень такой любопытный фрагмент в его переписке с одним из его друзей. У него был такой молодой друг Сергей Ермолинский. И Булгаков писал Ермолинскому, что иногда меня утешают, не беспокойтесь, после вашей смерти все будет напечатано. Я прихожу в ярость от этих слов. Он действительно приходил в ярость от этих слов, что после смерти все будет напечатано. Вот как мне представляется, например, Анна Андреевна Ахматова от таких слов ярость не приходила. Она действительно жила как королева, потому что она знала, что после ее смерти все будет напечатано. Потому что она знала цену себе. Ей не нужно было вот это вот современное сиюминутное признание. Она как бы все-таки уже, может быть я ошибаюсь, но мне кажется, она жила в координатах вечности. А Булгаков не мог жить в координатах вечности, не умел. Он все понимал про себя. Он все понимал про свою гениальность. Но вот для него это было недостаточное утешение, недостаточная мысль, что после смерти все будет расставлено по своим местам. Он хотел обменять вот это вот. Помните, прокуратору стало тоскливо при мысли о бессмертии. Мне кажется, Булгаков тоже было немножко тоскливо при мысли о его литературном бессмертии. Ему хотелось перетащить кусочек этого литературного бессмертия вот сюда. Чтобы ему сейчас хлопали, чтобы его печатали, чтобы как-то его жизнь здесь изменилась. Она не хотела меняться. Она была такая упрямая, его никто не трогал, его никто не арестовывал, в тюрьму не сажали, его никто не ругал, ругать было толком не за что. Ему создали идеальные условия сиди и пиши. Сиди и пиши мастера и Маргариту. И вот здесь складывается впечатление, что когда мы говорим о писательской стратегии, это как бы одна история, но есть стратегия, ну назовем это словом садовник, для которого все писатели это деревца. И вот этому садовнику ему яблоки нужны. Для того, чтобы яблоки росли, дерево надо обрезать. Наверное, дерево, когда его обрезают, очень больно, и дерево совершенно не хочет, чтобы его обрезали. Дерево хочет расти туда, куда ему нравится расти. Но садовник знает, что если дерево не обрезать, яблоки будут кислые. И оно дерево обрезает. Вот мне кажется, в булгаковской судьбе это очень хорошо видно. Вот человек хочет одного, а судьба ему очень жестко говорить нет. Садовник ему говорит, очень жестко нет. Вот никакой за границей. Потому что я думаю, что он, конечно, обещал Сталину, что он вернется. Но если бы вдруг он все-таки поехал за границу, может быть, помните, в черновых вариантах Мастера и Маргариты жаль, что это не вошло в основной роман. Я, честно говоря, даже не очень понимаю, почему не вошло. Но там есть такой эпизод, когда они уже улетают из Москвы, с Воробьевых гор, уже этот самый последний полет Мастера, Маргариты и вся эта свита Воланда. Так вот, в одном из черновых вариантов есть, как они летят над каким-то европейским городом, ну, типа Рима, или, может быть, даже это и есть Рим. И то ли Азазелла, то ли там бегемот, кто-то мастеру говорит, хотите спустимся вниз? И они направляются все вниз и оказываются на улицах этого города. Булгаков так мечтал увидеть за границу, он так мечтал побывать в Европе, у него это была невероятная мечта. И вот они спускаются, идут, заходят в какое-то кафе, а потом глухая тоска сжала сердце мастера, он сказал, значит, улетай. То есть, мне кажется, все чувства Булгакова по отношению к за границу он вложил в этом эпизоде. И вот мне представляется, сказал бы, чем жалко было отправить его за границу или садовнику этому пресловутому, если эту метафору принять. Ну что, садовнику было бы жалко, если бы Булгаков хотя бы один раз съездил на два месяца в Европу. Так вот, мне кажется, садовник знал, что яблоки от этого слаще не станут. Может быть, наоборот, что-то изменится. Может быть, если бы он поехал за границу, такая бы тоска на него напала, что он бы склонен к суициду. Он вообще был бывший морфинист. А эти вещи не проходят просто так. Им вообще непонятно, что могло бы произойти. Или бы вернулся бы сюда, такая бы тоска напала после этого Рима или этого Парижа, что, может быть, садовник решил, не надо. Сиди здесь и пиши «Мастера и Маргариту». И то же самое, что касается театрального успеха. Если бы его пьесы шли в 1936 году с успехом в московских театрах, может быть, он не стал бы дописывать этот роман. Ну, в самом деле, вот зачем он писал «Мастера и Маргариту», если опять-таки говорить о писательской стратегии? Вот зачем? Когда Волан совершенно справедливо спрашивает у мастера, вы написали роман о ком, о ком, о понтии и пилат, зачем Понтии и Пилат в Москве 30-х годов? Кому этот роман адресован? Вот для чего, собственно, этот роман? Это опять-таки вот к моему тезису, что не писатель управляет своим талантом, а талант управляет своим писателем и таланту надо, чтобы был написан роман именно про Иешуа, про Пилата, про Мастера, про Маргариту, который никакие современники никогда не прочитают, а те немногие счастливцы, которым Булгаков дома в Нащокинском переулке роман читал, так вот испуганно переглядывались и вообще не понимали, как к этому относиться. А сестра жены Булгакова, Ольга Сергеевна Бакшанская, которая была машинисткой, которая перепечатывала этот роман, очень неодобрительно к этому отнеслась и сухо сказала сестре, что вообще это дело твоего мужа, зачем он все это написал. А что Алексей Толстой в это время, человек, который свой талант оседлал, как всадник коня? У Алексея Толстого случилась крупная неприятность. Неприятность заключалась в том, что в 1927 году в романе «Хождение по мукам» часть 2-18 год, у него была сцена, такая короткая, может быть, не самая значительная сцена, но была сцена, в которой он описывает заседание политбюро. И в этом сцене заседание политбюро он описывает, как там есть такой человек с лысый, с могучим черепом, с умными, живыми глазами, ну и другие члены политбюро. И вот этот самый, в разгар каких-то очень острых наблюдений, то есть очень острых рассуждений, дискуссий, когда ситуация такая в республике безвыходная, белые наступают, все пропало, он перебрасывает записку человеку, который сидел третий слева, а тот был в пенсне, с усами, с такими умными тоже глазами, и, значит, тот прочитал записку, что-то такое там, пожал плечами, выбросил, они перемигнулись, как авгуры, и дело пошло дальше, обсуждение. То есть понятно, что вот два главных лица в политбюро, Ленин и Троцкий. И Толстой, поскольку для 1927 года это соответствовало действительности, и действительно всем было понятно, что Ленин и Троцкий это два главных человека, которые определяли ход гражданской войны и ход политической жизни в Советской России в 20-е годы, Толстой честно об этом написал. Но представьте себе, как это воспринималось в начале 30-х. В начале 30-х за это мало не покажется. Конечно, во всех последующих изданиях Толстой исправил. Конечно, у него вместо вот этого в пенсне сидел значит, тот, кто надо, сидел Сталин. Не помню, как он его там описывает, но каким-то образом он его описывает. Но такие кульбиты Сталину не нравились. Сталину нравился Булгаков и Днитурбиных. Там честные белогвардейцы, которые честно говорят, что они монархисты. И Булгаков, который писал в НКВД, что я не люблю советскую власть, тоже скорее устраивал Сталина тем, что это тот человек, который нож в спину не засунет. Сталин уважал честных врагов. А вот это вот виляние графа Толстого было Сталину неприятно. И Толстому донесли, есть такой анекдот литературный, что Алексея Толстого хотели брать. Алексей Толстой спросил, сколько у меня есть времени. Алексею Толстому сказали, у вас есть месяц. Алексей Толстой написал повесть «Хлеб». Это анекдот. «Хлеб» был написан в течение двух лет. Но то, что в повести «Хлеб» Алексей Толстой литературно загладил свою вину за Троцкого перед Сталином, то, что Алексей Толстой написал повесть, в которой он сделал Сталина главным героем гражданской войны, это была абсолютная фальсификация истории, потому что Сталина можно по-разному относиться, ценить, то все, но в гражданской войне все-таки его роль явно была не первая. Но Толстой пошел напрямую фальсификацию истории, у нас этот модный термин сейчас. Так вот, Толстой был фальсификатором истории, и тут вот что интересно, казалось бы, вообще-то Господь Бог такие вещи не должен прощать, садовник, не должен такое прощать, садовник должен наказывать людей, которые так поступают грязно со своим талантом, садовник должен наказывать циников, но Алексея Толстого он не наказал, он простил ему вот все вот эти вот метания, все вот это вот присмыкание, определенное лизоблюдство, очернительство, пасквелянство, все это он ему простил. Получается, что вот этот вот человек с таким как бы неправильным писательским поведением, Пришвин придумал такой термин, что у писателя должно быть правильное творческое поведение. Так вот, Алексей Толстой это выпиющий пример писателя с неправильным творческим поведением, но садовник не отнял у него талант. И Толстой после всего этого пишет, например, сказку про Буратино, которая как к ней не относится, то есть как к Толстому не относись, но сказка «Золотой ключик» это шедевр абсолютно. Так что, не то чтобы подводя некоторый итог, но вот вывалив на вас все эти размышления, я прошу прощения за определенную бессистемность, может быть сумбурность этих размышлений, но она объясняется тем, что у меня у самого здесь никакой логики и порядка нет. Я хочу сказать, что может быть даже важнее, чем понятие писательской стратегии, является понятие писательской натуры. Натуры, которую мы скорее всего изменить не можем. Вот стратегию, я думаю, мы можем менять. Тактику, наверное, можем менять, выбирать. А вот натуру вряд ли изменить. Ну как прибавить себе росту? Трудно же. Вот натура – это, видимо, то, что в нас изначально заложено. И второй вопрос. Я не очень уверен в том, что человек должен думать об этом про себя. Вот мне очень интересно, когда я пишу эти свои книжки, или когда я писал эти свои книжки Булгаков, Платонов, Шукшин, Алексей Толстой, Пришвин, Грин. Мне было очень интересно думать про этих писателей, погружаться в обстоятельства их жизни, пытаться понять, почему они вели себя так, а не иначе. Но вот про себя, когда мне задают вопрос, а вы? Нет, никогда не думал. Никогда не думал и уверен, что это не очень полезно про себя так думать. Про другого полезно, ужасно. А про себя, вот как я помню, как нам читал лекции Михаил Викторович Панов в свое время по фонетике, и по-моему, он приводил эту такую, ну, шутка, не шутка, байка, не байка, когда гусеницу спросили, сороконожку спросили, что делает ее тридцать пятая нога, когда девятая поднимается. Она задумалась и остановилась. Вот, мне кажется, сороконожка задумалась и остановилась. Вот мне представляется, что в этом смысле мы все, конечно, сороконожки. И, наверное, вот эта вот природа, она нас куда-то ведет, наша собственная природа. И слава Богу, что она нас куда-то ведет. И вот чем меньше мы будем задумываться над тем, куда она лично нас ведет, тем, может быть, будет и лучше. Но это не значит, что мы совсем не должны о себе думать. Вот это вот Рубцовская, да, буду лодку мастерить, думать о своей судьбе, буду ночной звездой лодку мастерить себе, тоже ведь не на пустом месте родилась. То здесь надо, наверное, соблюдать какую-то грань, вот в чем я точно совершенно уверен возвращаясь к Шукшинской этой истории с сыром, что никогда нельзя искать, если у тебя что-то не получается, сейчас или на каких-то других ступенях вашей литературной жизни, даже если вас несправедливо критикуют. В моей жизни часто бывало, что мне казалось, что меня несправедливо критикуют, и по сей день это продолжается. И это бывало ужасно обидно, действительно обидно. Я, к сожалению, вот в моей жизни с большой упущением я не учился в литературном институте. Так получилось. Я не решился в него поступать, потому что мне казалось, что это слишком такое высокое учебное заведение, куда уж там. Но все-таки немножко систему семинаров я постигал, когда я ходил, я ходил в очень такое хорошее писательское объединение, такое хорошее, профессиональное, добротное было писательское объединение при Московской писательской организации. И там было у нас два мастера, у нас был Колунцев, Федор Ависович, его вы, скорее всего, и не знаете, он, к сожалению, так вот как-то незаметно прошел, хотя он был очень хороший, очень добрый, мудрый человек, ему очень многим обязан. А второй был более известный Анатолий Игнатьевич Приставкин, так я вам, по-моему, и здесь работал. Колунцев тоже работал. Колунцев тоже здесь работал. Ну вот, значит, фактически можно сказать, что вот самую главную часть обучения в литературном институте, связанную с литературными семинарами, я все-таки прошел. И, конечно, я тоже помню эту ситуацию, когда ты на семинаре, когда тебя обсуждают, когда тебя ругают, когда тебе кажется, что тебя не понимают. Тебя критикуют, либо потому что против тебя что-то личное имеют, ну, воздражены против тебя, ты чем-то людям не нравишься, либо тебя не понимают. И это тебя вот так вот начинает злить, заводить. Вот я помню это свое ощущение, что никого не надо обвинять, кроме себя. Если тебя критикуют несправедливо, то, видимо, ты так написал, что ты не сумел этого человека завоевать. Вот пиши так, чтобы завоевать даже того, кто настроен против тебя предубеждением. Не получилось, значит, не получилось. Вот в каком-то смысле Алексей Толстой мог так писать. Его не любили здесь советские, там его не любили эмигрантские. Но он написал роман Петр Первый, который понравился всем. Он написал сказку про Буратино, которая понравилась всем. Я понимаю, что ни вы, ни я, не, может быть, все мы здесь вместе взятые не напишем сказку про Буратино, но все-таки иметь в виду хотя бы некоторый образец, мне это представляется важным, мне это представляется интересным. То есть не ищи причину ни в ком другом, ищи причину только в себе, даже если она находится в другом. Но просто тебе самому будет выгоднее, тебе самому будет полезнее, тебе самому будет нужнее и интереснее, если корень всех своих неудач ты будешь видеть только в себе. Вот, пожалуй, такое правило я попытался бы сформулировать. Хотя, вы знаете, я иногда думаю и дагеря, поэтому я на семинарах никогда, ну, прошу студентов, по крайней мере, чтобы они никогда не вступали, ну, те, кто обсуждаются, те, кто написали свои произведения, чтобы они никогда не вступали в полемику во время обсуждения, потому что ты уже все сказал. Ты написал там рассказ, повесть или что-то, тебя обсуждают, потом ты можешь что-то говорить, но пока что тебя нету здесь. Есть только твой текст, а ты слушаешь, что про твое произведение говорят. Вот это мне представляется очень важным. Но, с другой стороны, я вот думаю, здесь тоже очень трудно абсолютизировать. Почему я все время скатываю на две эти фигуры, обращаю ваше внимание, Михаил Булгаков и Алексей Толстой, потому что вы тоже, смотрите, разность таланта. Толстого тоже ведь критиковали. Он прожил удачную, счастливую жизнь в том смысле, что он добился всего того, чего хотел. Но это не значит, что его не ругали. Его ругали, и ругали сильно. Его ругали до революции, его ругали после революции. Но у него было золотое правило, которое он говорил так, Жеманфиш, правильно или неправильно это по-французски, но он именно так его употреблял, это выражение. Значит, мне наплевать. А, плевать. То есть, вот как бы его не ругали, он от этого отмахивался, и как Бунин вспоминал, какой бы ни был пьяный с вечера или похмельный с утра, оборачивал голову мокрым полотенцем, садился и начинал работать. Кстати, в его жизни тоже был, на мой взгляд, очень поучительный эпизод. Когда они уходили в эмиграцию из Одессы в 18-м году, наступали красные, и он уходит из Одессы в Константинополь. Вот такой начался исход русских эмигрантов, очень тяжелый. Они покидают родину на кораблях. Корабли переполнены. Самое сильное впечатление пасынка Толстого от этого корабля это очередь в гальюн по утрам, когда в этой очереди стоят бароны, баронессы, графья, пролетарии, офицеры, полковники. Все стоят в очередь в гальюн, если кто-то задерживается, начинают барабанить «Выходи скорее». Кто-то плачет, кто-то молится, кто-то играет в карты, кто-то пьет, если есть что пить. Что делает в это время Алексей Николаевич Толстой, красный граф? Он пишет. Он сидит и пишет. Это тоже золотое правило. Что бы ни было, сиди и пиши. Сиди и пиши. Вот это, несомненно, то, что взять, наверное, от него можно. С другой стороны, есть Пришвин, который говорил, птичка на лету не поет, птичке нужен сучок. И Пришвин, кстати, во время гражданской войны ничего не написал. То есть я хочу сказать, что есть порода людей, природа людей, которые могут писать, есть природа людей, которые писать не могут. Насиловать свою природу смысла никакого нет. Но понять свою природу, понять, такой ли ты, как Алексей Толстой, и тебе действительно наплевать на критику, и ты будешь писать в любых условиях, и как бы вот в этом смысл этого садоводчества, которое вокруг тебя создается, и этого хочет твой садовник, или у тебя природа более нежная, и ты будешь, как Булгаков. Булгаков я говорю, он собирал одну за другой отрицательные рецензии. Причем эти рецензии он собирал не ради любопытства, он очень мучился, он переживал от этой несправедливой критики. Она его действительно всерьез задевала и заводила. И он их оклеивал в свой альбом одну рецензию, другую, третью. Его ругали по черту. Но тем не менее он это делал, делал и делал. И потом Сталину, значит, там даже выдержки из этих рецензий в письме Сталину представил. И вот как к этому отнестись? Эти отрицательные рецензии ему мешали писать? Или наоборот он подпитывался от этой критики, она ему помогала? Я не знаю. Я не знаю, но я понимаю, что вот это входит в состав вот этой вот его писательской, человеческой натуры, которая что-то в нем объясняет. И вот вопрос, который мне задал Герман Садулаев про Платонова и Цветаеву. Просто не хочу вмещать вот в этот наш не очень длинный по времени формат еще этих два имени, а уж тем более имя Андрея Платонова, потому что там намного будет более сложная, мучительная история. Вот, ограничусь пока теми писателями, о которых я сказал, мне представляется, что может быть вот такой разговор нам хотелось бы и продолжить, может быть в следующем году и поговорить, потому что мне кажется это всегда очень интересно, просто поразмышлять не только о творческом наследии русских писателей 20-го, 19-го века, но именно поразмышлять, немножко поглядеть на их судьбу изнутри, попытаться вот именно изнутри понять, почему они вели себя так, а не иначе. мне бы хотелось, вот, коль скоро у нас какое-то время еще есть, если у вас какие-то есть вопросы, которые все, вот Сергей Николаевич говорит закруглить, но если вдруг есть два-три вопроса, которые вы хотели бы задать, давайте их зададим. Ежели таких вопросов нету... У меня есть вопрос? Да. А скажите, пожалуйста, вот если один писатель явно завидный другому, должен ли он зависеть, почитать того, кому он завидан? Вы посоветовали это? Ой, хороший вопрос, очень хороший, долгая тема. Долгая тема, опять-таки, связанная с понятием зависти. Ведь, вот это очень интересная штука. Пушкин что говорил? Зависть – сестра соревнования. Следственно, она хорошего рода. Надо сказать, что когда я это у Пушкина прочел, меня это очень удивило. Ну, как так? Зависть, мы же понимаем, что это грех. Мы понимаем, что это такая бессмысленная страсть, которая только уродует человеческую душу. Больше того, если мы посмотрим на творчество самого Пушкина, то завистники выведены у него в крайне неприглядном свете. Швабрин завидует Гринёву, Сальери завидует Моцарту. Но, тем не менее, зависть – сестра соревнования. Следственно, она хорошего рода. Как это понять? Я не знаю, как это понять. Это очередная загадка. Но, вот, мне представляется, что это, опять-таки, вопрос вашего внутреннего чутья. Вот, отвечая конкретно наш вопрос, надо ли или не надо читать того, кому вы завидуете. Если вы чувствуете, что эта зависть будет для вас сестрой соревнования, и эта зависть как бы вас подхлестнёт, и вы станете писать лучше, тогда, наверное, читать надо. Если вы чувствуете, что зависть превращает вас в швабрина или в сальери, и вы хотите кого-то отравить, тогда, вероятно, писать не надо. Так что, всё можно закончить словами, я забыл, чьи это слова, познай самого себя. Вот, и тогда, наверное, у нас что-то будет получаться. Всё. Спасибо вам всем большое. Спасибо.